У меня умер дедушка 26 числа. У меня рана на спине, выдрана кожа, быстрее рассечение головы, маме выдрана мясная рука и двирка на ноге. Мне 8 лет, сестре 15 лет, маме 38 лет. Это дневник Егора Кравцова из Мариуполя. В нем мальчик описывает свои будни. С мамой и сестрой они чудом уцелели после обстрела их дома. Раненые под пулями добрались до родных, но и оттуда вынуждены были бежать в подвал. Там звуки все были намного тише, чем у нас дома. Но в то же время там был голод, там была боль, потому что мы уже были ранены. Надо было делать перевязки, перевязки. Каждая перевязка приносила, особенно Егору, это было очень больно. В один из тех дней дядя Елена Евгений Сосновский, мариупольский фотограф, и сделал вот эту фотографию, облетевшую позже весь мир. Ну, они часто садили так, рядышком. Ну, а свет в подвале, это был вот этот, у нас вот такой вот фитилек этот был, вот она в руках его держала. Я говорю, давайте я вас фотографирую. На память, все равно мы отсюда когда-нибудь выберемся. И это будет все-таки напоминать нам о том, что здесь было у нас, что с нами было. Я был уверен, что мы сможем выбраться туда рано или поздно. Затем в социальных сетях у журналиста Сергея Лойко, калифорнийская художница Женя Гершман, увидела эту фотографию и прочитала дневник Егора. И тут же взялась за кисть. Я поняла, что я обязана рассказать об этом миру. Я должна, обязана помочь теми маленькими средствами, которыми я владею. Кистью, палитрой, своим видением. И я считаю, что именно искусство, живопись, кино, музыка может помочь как ничто. И иногда, парадоксально, именно искусство сильнее, чем автоматы, чем ружья. И достигает сердца людей гораздо глубже. Искусство всегда на стороне добра. Так фотография семьи Кравцовых заиграла новыми красками. Престижный аукционный дом «Банхамс» выставил картину на продажу. Вырученные средства будут отправлены в Украину. Аукцион открыт и продлится до 14 октября. Он проходит в онлайн-режиме. Сделать ставку может любой желающий. Ставки мы ожидаем высокие. И, по нашим оценкам, картина может уйти с молотка в пределах от 80 до 120 тысяч долларов. Герои же картины, семья Кравцовых, выехав из Мариуполя, начали жизнь с нуля в городке Бурштин. В квартире подарены им украинской певицей Тиной Карль, которую не смог оставить равнодушный дневник Егора и эти фотографии.